МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два святая службы информации телерадиокомпании Гомель в студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Коммунальные послуги по экономично обгрунтованных тарифах. Марина Джалая доведалась, кого закранено вовяденье и как этот механизм будет денежать на практице. Наши дети в регионе дали старт самой доброй новогодней акции. Застались зимовать у прытылку для бездомных живел под Рэшицей прописались два буслы. А зараз об этом и иншим больше подробязно. И пошли выпуск с доброй новинной спортивной жизни нашей краины. Сборная Беларуси завоевала бронзу, взмешанная эстафетти на чемпионате Европы по кроссе у Нидерландах. У составе сборной выступила спортсменка с нашей в области Вольха Немагай. С поспеховым выступлением я ее повиншевал старшиня Гомельского Аблвы Ганкама Владимир Дворник. Керовник региона отзначил лидерство сярот элиты спортсменов. Не выпадковая удача, а выник велизарной самоданной працы. Им это накерованностью досягнение поспеху. Ты черговый раз доказала, что белорусская земля богатая талиновитыми спортсменами. Переконаны, что и в дальнейшем ты будешь годна представлять нашу краину и Гомельскую в область. На международном узровне ясчей не раз порадуешь нас своими блескучими досягненнями у спорте. Владимир Дворник так само адресовал веншование тренерам, яке подтвердили свое высокое профессийное майстерство и умение рыхтовать соправных переможцев. Протягиваем выпуск. Незанятые экономики жилья в наступном годе будут оплошивать широк коммунальных послуг по экономично обгрунтованных тарифах. Зараз все платят по субсидированных. Як новый механизм будет денежать на практице и на какие послуги для беспрацовных повысить кошт? Ведая Марина Джалая. Беспрационные уластники жилья с наступного года не смогут платить за некоторые коммунальные послуги по субсидированных тарифах. Коли жены не господары квартиры альбо дома, тарифы повышаться для них не будут. Але тут есть важное удокладнение. В выпадку, коли незанятый экономицей человек, проживая разом с беспрационным уластником жилья, то по стопроцентным коште будут платить ободвам. Со студене будущего года по экономично обгрунтованных тарифах доведеться оплошивать подогрев воды с костричника, отепление и газ. С 1 января 2019 года, обращаю ваше внимание на то, что не все услуги будут оплачиваться гражданами незанятыми в экономике по 100% экономически обоснованным тарифам. Речь идет только о подогреве воды. То есть, предположим, если живет семья в двухкомнатной квартире, собственником является папа, муж, незанятые в экономике, семья потребила за месяц, предположим, 5 кубов горячей воды, то оплачивать будет по экономически обоснованным тарифам в отношении себя только папа, незанятый в экономике, повторяю, являющийся собственником. Разница, я вам хочу сказать, будет существенная. Тариф увеличен в 4,5 раза. А что касается отопления, то тарифы для людей, которые незаняты в экономике, также возрастет в 4,5 раза, да? Да, вы абсолютно правы, но это их коснется только с 1 октября 2019 года. С 1 января речь идет только о подогреве воды. С 1 октября 2019 года тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, будут применены гражданам, незанятым в экономике, трудоспособного возраста, на отопление и на газ. По курсу специалисты розных служб працуют над базами дадиных таких громадян. Удохладняют списы, выключают за их людей, которые предоставили документальное подтверждение своего процесса откования, альбо иншие свечения занятости. Во всех районах города, во всех администрациях работают комиссии по обработке списков, по составлению списков граждан трудоспособного возраста, незанятых в экономике. Это делается для того, чтобы никто, тот, кто не должен туда попасть, не попал. Комиссия ведет кропотливую работу, очень тщательно выверяются все эти списки. Списки должны быть сформированы к 1 февраля 2019 года. Это связано с тем, что с 1 января, то есть январские квитанции мы будем печатать в феврале, начислять плату за жилищно-коммунальные услуги, то январские квитанции уже должны включать в себя граждан, незанятых в экономике, с учетом тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат. Нагадаем, проверить, не включили человеку базу дадзиных, незанятых в экономике насельництва, можно на один импортале электронных послуг. Спочатку треба отримать ключ электронного личбового подпису, альбол, логин и пароль, у службе одно окно по месту жахарства. Информацию можно так само отримать у постоянной дейючей комиссии по саденнейшине занятости насельництва по месту регистрации. Туды можно потелефоновать, накеровать письмовый зворот, у темлику на адрес электронной пошты. Таким способом у приватности могут скрыстаться и грамадзяне, которые проживают за мяжей. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Далее информация для тех, кто находится в пошуку прациям. Черговый мини-кермаш вакансии отбудется 12-го снежня у Гомеле. Во управлении по праце занятости социальной обороны Гарвы Конкама на пролетарской 18 отбудется сустреша с представниками предприемства, где есть открытые вакансии. Гэта у приватности завод летяй нормалял, Гомельский мясокомбинат, будавничий трест номер 14. Громадзяне смогут отримать информацию об наявных працовных местах. Специалисты так само дадут консультации по базе дадзенных процоздольных грамадзян, не занятых в экономице. Новые проекты, нестандартные идеи и обмен каштолным вопытом в сферах бизнеса, IT-технологии и модернизации жилево-коммунальной господарки. В першине в нашем регионе прошло межсекторальное посажение делегаций из приграничных украинских областей и гомельских специалистов. Белорусский партнер этого мероприемства – Сярод ВНУ, Ганлёвый экономичный университет с поживецкой кооперацией. Об новых суместных планах регионов – сюжет наших респондентов. По дороже по коммунальных предприемствах и технопарку, межсекторальное посажение пожилево-коммунальной господарцы и информационных технологиях. День для удельников проекта был не только насыщенным и активным, но и вельми продуктивным. Вопытные украинские бизнесмены и керунки одразу означали для себя на керунки, которые можно развивать на своей родине. Например, в гомельском технопарке они познакомились с IT-инфраструктурой Гомельской области. Такие встречи помогают налаживать связи, устанавливать новые контакты. И мы очень надеемся, что после этой межсекторальной встречи гомельские предприниматели найдут интересы с черниковскими, с лавутическими, вообще с предпринимателями с Украины. Белорусский Ганлёвый экономичный университет с поживецкой кооперацией одним из первых в Украине пошел развивать молодежное предпринимательство. Тут реализуется международная программа «Молодь и предпринимательство». Працует стартап школа «Гомель». Утым лику, благодаря этому, ВНО обрали партнерам проекта «Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины и Беларуси». Ирина Трусевич, его локальный координатор, решит, что развитие трансграничного предпринимательства позволит будущим и сегодняшним бизнесменам развивать экономику регионов соседей. Эти встречи позволят нарабатывать им коммуникативный капитал, то есть больше знакомиться и личные контакты помогут больше развивать новые виды бизнеса, имеющиеся виды бизнеса, а также развивать экспортно-импортные операции между странами, что является одним из приоритетных направлений развития экономики Республики Беларусь. Почас поседжения, кой отбылось у конференц-зале Беларусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией, ишла размова об новых шляхах супрасовненства. Удельники сустречи обменялись уражениями, обубаченным по час визиту на коммунальное предприемство «Спецкоммунтранс». Зараз в украинских регионах система другостной перепросовки коммунальных отходов только на початку развития. Общались с украинскими коллегами. В Чернигове нет такого завода, как у нас «Спецкоммунтранс» по сортировке, переработке, изготовлению продукции из отходов пластиковых. То есть вот у нас сегодня были, коллеги очень сильно заинтересовались, было им очень интересно по этому вопросу. Плюс проводится у нас тепловая модернизация жилого фонда. Ежегодно достаточно большие ресурсы на это используются. И по капитальному ремонту до 3% планируют довести у нас объемы введения домов после капитального ремонта к 2020 году. То есть есть такие достаточно серьезные положительные моменты в работе жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. Украинский Славутич находится усягу в 15 километрах от белорусской мяжи. Сносины с нашей областью добросуседские и трывалые. Тема модернизации жилево-коммунальной господарки там вельми актуальная. Славутич, можно сказать, зявляется флагманом сучасных нововведений у этой сферы. Суседи завсюды пильно разглядают белорусский опыт о галине жилево-коммунальной господарки и делятся своим. Реформировали коммунальную сферу Славутича таким образом, что у нас уже 15 лет нет такого понятия, как ЖЭКИ в городе вообще. У нас работают частные эксплуатирующие организации. У нас работает управляющая компания, которая профессиональным образом стоит на стороне интересов жителей и от их имени контролирует всех поставщиков коммунальных услуг. Дякую же реализации проекта активизация малого и среднего бизнеса у преграничных районах Украины и Беларуси, у Гомельской области створены центры трансграничного супрасовництва. Худкаяны будут забеспечены офисным и компьютерным обсталяванием. Прасовать у них будут подрихтованные у межах реализации проекта консультанты. У приватности ими станут специалисты, которые имеют дочинение до внешнеэкономической и предпринимательской деятельности в опыт работы с международными проектами. Разбираются в питаниях мытного оформления грузов. Первая консультация запланована на лютый. Марина Джалая, Вольга Коновалова, Андрей Иванов, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель». Новогодняя акция «Наши дети» стартовала сегодня в Беларуси. В ближайший месяц работники Министерства и ведомства, представники державных и приватных компаний повиншуют с Новым годом больше, как 15 тысяч детей по всей краине. Представники 90 организаций с подарунками наведают детские домы, школы и больницы. Самая великая по своим масштабе свята в нашем регионе с уделом керауництва в области запланована на конец Снежнеудержавным цирку. У прытылку для бездомных живел подрешится и прописалися два буслы. Яшеп тушанятами, яны выпали с гнезда и отрывали серьезные травмы. Тому полететь, увы, рай не смогли. Госпадыня приватного прытылку подобрала, выходила и дала им новую семью. По суседстве с буслами теперь десяток котов. По дар обязанности в наступном сюжете. Замест пералету и курортного отпачинку у Африцы суровые белорусские морозы. Гэтая пара буслов яшеп тушанятами выпала с гнезда. Самец пашкодзе у крыло, якое пришлось ампутовать. Самка позбавилась авока. Неакреплые и параненые полететь увы, рай не смогли. Малых подобрала Светлана Ашека. Теперь яна их новая семья. Спожатку каже не ведала, як доглядать, звернулася до орнитологов. Яны подказали и додали, что с такими травмами, навод после реабилитации, птушки до выраю не долетели. Ну они совсем детки еще были. Вот они еще не умели летать, а у нас они уже начали пытаться улететь. Вот так у нас есть кот, который ловит мышей и носит аистом. Аисты же едят мышей, но так как мы их ловить не можем, аисты сами тоже не могут, они не видят. То коты вносят мышей, меняют у них на кильку. На них такой товарообмен. Дарычи сирот гадаванцев, Светлана ящекаля сотни собак и котов. Колисти Жанчина засновала у этой везцы притолок для пораненых живел. С тех часу допомагая братам нашим меньшим. З надыходом холода, Буслам выделила кутоку специальным домику за теплением. По суседстве с ними живут коты. Тут горячая печка и обед по раскладе. Именно у новых же хоров по кульням. Светлана думает звернуться до интернет-користальников и пропоновать конкурс на самые оригинальные мянушки. Дарычи, основная масса буслов для тая, звычайно, у середины Жнюня. Застаются только птушки с позднейших выводков. Альбо те, кто отримал травмы, у тем лику от линии электропередачи. Згодно со статистикой, 40% тех, кто отправляется у Африку, гинуть. Те, кто застаётся в Европе, у большинства случаев выживают даже в холоде. Если птица нормальная, здоровая, то, конечно, она себе найдёт корм, хотя он и скудный. Если птица, конечно, обессилена, то при наступлении больших заморозков, то лучше ей как-то помочь. Но, во всяком случае, если птицу отлавливать, то это будет дарить птице стресс. Сейчас есть случай в Минске, птица осталась на зимовке, но она близко не подпускает. Поэтому орнитологов это радует, что птица близко к себе не подпускает, а с какого-то расстояния. Зъява калибуслы отрываются от згра и застаются зимовать для Беларуси не новое. У Гомельской области летость было зафиксовано шесть таких выпадков. Всё лето только один в Речицком районе. Про это специалисты отзначают, шансы адаптоваться весной до природного сяродя у таких птушек будет шмат. Бо сегетая пара чакает весну и практикуется у будовництве у ласных гнезда. Ганна Ковалёва, Олеся Рудзянкова, телерадиокампания «Гомель» припатрым ЦАТН. Белая каска, зима белорусская. У Палацы Румянцевых и Паськевича открылась персональная выстава Виктора Барабанцева. Мостак у радженец Гомеля головными крыницами натхнення лишить родную землю и ее людей. Ее натримав классичную профессийную аддукацию под керовнистом народных мостаков БССР Гаурила Вашенки и Владимира Стельмашонка. Традиции реалистичной школы, потримливая и сегодня, нередко у своей творчести Виктор Барабанцев, звертается до темы белорусских святов. Мостак уважливо вылучает народные традиции и переносит их на полотны. Я люблю зиму. Это такой период, много свят, начиная перед новогодними, и потом уже и новогодние, и калядные святы, и потом еще и масленцы. Это все зимовый период. Мне подобается зима. Глыбокое отшувание просторы дозволяемо стаку одлюстровывать на полотнах шматмерные и разноплановые сюжеты. А кроме святочных гуляниев, на выставе можно увидеть так само краевиды озер, лесов, полев и вёсок. Усё окутано белым снежным покрывом. В Гомеле прошел первый киберспортивный фестиваль. Он собрал больше за 300 прихильников компьютерных гульняв. Город над Сожем поступово долучается до модной тенденции, якая хапила у весь свет. С поборницей по киберспорте у Гомеле проходится на протягу двух годов. Только сё лето проведено каляд 20 ивентов. Улишивающий великий интерес сбоку молодых людей, надышла чарга и першого фестивалю. В его рамках отбулисья три выниковые турниры по таких популярных онлайновых гульнях, как Хардстоун, Дота-2 и Лига Легенд. У каждой из гульнявых дисциплин за перемогу змогались 16 геймеров. Параллельно проходили открытые споборницвы. Отдел у них мог принять каждый жадающий. Судя по этому фестивалю, эта граница даже уже падает в возрастная категория. У нас сегодня очень много школьников, ну и более постаршие есть ребята. Чем дальше, тем больше. Если на первых наших мероприятиях было где-то 30-40 человек, то вот сегодня, ну я так понимаю, уже более 300 точно есть и дальше уже считать не получается. Мы с Белгутом сотрудничаем уже не первый раз. Весной этого года мы проводили здесь финал турнира 5 на 5 по Дота-2. И нам очень понравилось, скажем так, крайне отзывчивое руководство. Очень приятно работать. И они откликнулись именно на наше предложение. Решили совместно организовать такое мероприятие. Думаю, что у нас сегодня всё получилось. Это иншая новина. Вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу. Сачите за эфиром. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Поймали за руку рейдовая группа Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира застала с поличным похитителей древесины. Лес – одно из главных природных богатств Беларуси. Улучшить своё материальное положение путём незаконного присвоения его части попытались двое приятелей из Жлобина и Рогачёвского района. Пригнав лесовоз на промежуточный склад Кошарского лесничества, они принялись грузить заготовленные лесхозом брёвна. При проверке документов у данных граждан, данные граждане представились работниками лесничества. Инспекторов это смутило, так как всех сотрудников лесничества сдали в лицо. В ходе данной проверки установлено, что данные граждане пытались похитить 26 с лишним кубов древесины. По данному факту на место была вызвана следственная оперативная группа Рогачёвского РУСК. Проводится проверка. Подозреваемые задержаны по факту кражи районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы и 4 человека погибли. Страшная трагедия произошла накануне утром в Жлобинском районе. Сын вместе с матерью на 520-м БМВ двигались по автодороге Жлобин-Сильное. Водитель, двигаясь на прямолинейном участке дороги, не справился с управлением, съехал вправо по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием в мелиоративный канал, что повлекло проломление льда и погружение автомобиля в воду. В результате происшествия водитель и находившаяся на заднем сидении 59-летняя женщина-пассажир скончались на месте ДТП. Причины и обстоятельства устанавливаются. Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. В этот же день в Реческом районе примерно около 11 вечера 67-летний водитель, управляя автомобилем «Сиад Толедо», на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. От полученных травм водитель скончался в машине скорой помощи. Наезды на пешеходов также пополнили скорбную статистику прошедших выходных. Аварии зарегистрированы в Мозере и Рогачеве. За предвыходные и выходные дни было совершено 3 дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Где пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, водители не успели остановить свои транспортные средства. 10 человек пришлось эвакуировать из-за пожара в одной из многоэтажек Гомеля. Воскресным утром спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Ленинградской. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, шел густой черный дым из окна квартиры на восьмом этаже. Хозяйка момент происшествия находилась у соседей. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали жителей восьмого и девятого этажей. Никто не пострадал. Пожар ликвидирован. Огнем повреждено имущество на кухне и в коридоре. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Такой обзор происшествия к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Беларусь 4 Гомель. Безнодорожники отгрузили в ворота соперника 10 голов. Сами пропустили только 3. Три набранных балла и ничья в поединке с столицей Дорожника позволили БЧ переместиться на четвертую строку в таблице чемпионата. Лидер Гомельский ВРЗ в 13-м туре осечки не допустил. Обыгран Борисов 906-3. Хет-триком в составе вагоностроителей отметился Евгений Рогачев. С 20 забитыми голами он возглавляет список бомбардиров чемпионата. В минувшие выходные состоялись два поединка 1-16 финала Кубка страны по мини-футболу. Светлогорский химик дома крупно проиграл Микошевическому граниту 1-6. Лид Сельмаш не испытал проблем в матче против Иванова 16-0. Отмечу, что накануне команда из Лиды проводила игру 13-го тура чемпионата страны против Динамо БНТУ. Оставшиеся поединки 1-16 финала Кубка страны состоятся 29 декабря. В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею сыграны очередные поединки. Столичная юность была сильнее Гродненского Немана 6-3. Солигорский шахтер лишь в серии после матчевых бросков сумел оформить победу над неуступчивой Лидой 4-3. В поединке Динамо Молодечна и Жлобинского Металлурга дело также дошло до буллитов. Основное время матча завершилось в ничью 1-1. У Столиваров забросил Никулин, у Зубров Грецкий. Овертайм победителя не выявил, а исполнить буллиты лучше получилось у Динамо. 15 декабря болельщиков ожидает областное дерби. Металлург и Гомель встретятся лицом к лицу в Жлобине. В турнирной таблице Столивары на шестом месте Рыси находятся на строку выше. Лидер юность. Женская и мужская команды гонбольного клуба «Гомель» сыграли очередные поединки в чемпионатах страны. Дамы продолжают свое победное шествие. На этот раз мастер-класс от команды Томожа-Чаттера получила Березина. Гомельчанки победили 42-19. У подопечных Сергея Цыганкова соперник был классом куда выше. Бессменный чемпион последних лет в БГК. Гомельчане сопротивлялись, однако тягаться с грандом пока рановато. Мешковцы одержали уверенную победу 35-20. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова